Всем привет! Сейчас покажу, как от хруста в челюсти избавиться. Одна из техник сделать так, чтобы перестал хрустеть во время жевания рот у вас, во время разговора, во время зевания, во время, в принципе, каких-то движений в челюсти, чтобы хруст либо тут, либо тут пропал. Смотрим, что надо делать. Одна из причин хруста в челюсти – это диспозиция, дислокация костей черепа. Вот здесь показал я, как поправить себе мозги, заодно гормоналку исправить. Смотрим, не забываем. Но если прям хруст беспокоит, что делать? У нас есть также мышцы, которые осуществляют жевание, то есть жевательные непосредственные мышцы. Одна из них располагается с внутренней стороны нижней челюсти. Вот тут она сейчас вам покажется, пока повисит, а вы меня слушайте. Она называется медиальной крыловидной. Она вот отсюда и вот досюда, прямо изнутри челюсти крепится, достаточно широким местным креплением. Очень мощная, мощная, бесистая мышца. И у нее есть основные две порции мышечные. То есть это нижняя и верхняя. Назовем их так условно. И как раз таки нужно отрабатывать с верхней порцией медиальной крыловидной мышцы. Нужно постараться подобраться к своей нижней челюсти и кнутри залезть и помассировать там. Это сделать достаточно непросто, особенно в условиях, если имеется неправильный прикус и челюсть завалена назад кверху. Добраться до сюда это будет достаточно такое длинное путешествие. Но это возможно. Можно же подвигать челюстью. Что для этого нужно сделать? Обозначьте себе угол нижней челюсти. То есть челюсть у вас опять же сейчас на картинке вот здесь появится, как она выглядит. Я прям покажу там угол нижней челюсти, а вот здесь я вам его показываю. Нашли угол. Вот здесь будет у нас с вами как раз таки нижние порции. А если мы от угла поднимемся выше, вот здесь будут верхние как раз таки мышечные волокна медиальной крыловидной мышцы. Вы можете сделать это большим пальцем. Можете подобраться туда указательным пальцем. Задача не давить себе в шею куда-то. Задача именно крючком вот так вот. Раз, два. То есть как будто развернуть и челюсть растянуть. Такое желание должно у вас появиться. И вот мы залезли и как будто бы туда растягиваем ее. И вы как раз таки стоите сейчас на местах крепления верхних пучков медиальной крыловидной мышцы. Там будет достаточно болезненно. Тут рядом находится еще слюная железа. Как только вы сюда залезли, у вас все слюни потекут. Это как раз таки укулушная слюная железа. И начинаете тут массировать в глубину. Опять же не давите в шею. Не надо слюную железу массировать. Массируем мышцы здесь со стороны хруста, где у вас хрустит челюсть. Подлезли и массируем. На это может уйти у вас около 10 минут, чтобы вообще туда подобраться. Потому что бывает больно, бывает аж в глаз отдает, бывает голова болит. Но вы продолжайте. Делайте это мягко, nice and easy. Легко и непринужденно. После этого остаетесь на самой какой-то болезненной зоне, которая вот действительно вообще никак не поддается. И подвигайте челюстью вперед-назад. И когда вы выдвигаете челюсть вперед, у вас провал увеличивается. Это еще больше позволяет достигнуть глубоких слоев этой мышцы. Провалились. И вот с таким вот акцентом дедушкиным или бабушкиным начинаем работать эти мышцы. После этого остались там. И попробуйте подвигать челюстью вправо-влево. Если при движении боль не усиливается, то значит все нормально. Теперь попробуйте легко пооткрывать рот. Если движение при открывании в каком-то из этапов осталось болезненным, открываем рот до этой боли. И в этом положении массируем до уменьшения болевых ощущений. Отвечаю, все нормально будет у вас потом. Вот так вот работаете со стороны хруста. Это еще раз повторюсь. 8-10 минут у вас займет. После этого сделайте просто все движения в челюсти, которые можно. Открыть-закрыть рот. Вперед-назад. Вправо-влево. И попробуйте опять сделать движение, которое создавало у вас хруст. То есть это жевание, разговор, зевание. И ощутите, как изменился звук у вас при этом в височно-нижечелюстном суставе. Звук может даже сильнее стать на какое-то время. Значит вы все расшевелили. Делайте так от 10 до 14 дней. И это большой шанс, как минимум, уменьшить побочные эффекты, звуки побочные в височно-нижечелюстном суставе. Или же вообще он у вас пройдет. Так что рад был делиться. Ставьте лайки, колокольчики, комментируйте, спрашивайте, задавайте вопросы. Пока-пока.